В Ярославле открылась выставка галереи Шиз-Арт. Это творчество художников, имеющих иной взгляд на мир. А подробнее о выставке и работах мы поговорим с участниками и организаторами выставки. Знакомьтесь, куратор выставки Игорь Милованкин и сокуратор-художник Михаил Аникин. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, что за иной взгляд на мир, что такое Шиз-Арт и, в общем-то, что за проект такой? На самом деле, очень многие пугают самого названия Шиз-Арт. Хотя пугаться тут нечего. Да, действительно, когда-то 5 лет назад, в 2010 году, мы родились из рисунков людей, которые находились в психиатрических клиниках. Это были люди с диагнозами шизофрении, маниакально-депрессивные психозы, люди с шизоидными манифестациями или какими-то даже шизоидным слоном характера. И, например, первая выставка нам показала, что отсутствие у вас диагноза – это не ваше пререгатива. На самом деле, это недосмотр психиатров. К нам на выставку стали приходить люди, в основном молодые люди, у которых еще тот самый широкий кругозор не превратился в эту узкую точку зрения, как это бывает у большинства взрослых. И, увидев в этих работах собственные мысли, чувства и переживания, стали приносить какие-то свои рисунки, которые рисовались иногда где-то на уроках или где-то на парах. Рисовались где-то в своих комнатах, не на выставке, рисовались для себя, рисовались столы. Наша выставка и наша галерея отличаются от большинства галереи тем, что мы собираем не портреты, не терморты, пейзажи, не фантазии. Мы собираем души, мы собираем чувства, эмоции, переживания. И даже сам художник не сможет повторить ни одной картины, которая сейчас у нас выставляется. Потому что для этого надо снова пережить. А, как вы знаете, дважды в одну руку не войдешь, и поэтому повторить это невозможно. И вот это и есть иной взгляд на мир. Мы показываем честный взгляд на мир. Показываем взгляд на мир именно подростков, именно тех людей, у которых еще нет зашоренности. Наша выставка состоит из рисунков именно подростков, возраста авторов от 13 до 20 основной. Есть и постарше, но это как раз редкий случай, когда человек, перешагнув вот этот рубеж 20-летия, оставляет себе в душе ощущение мира ребенка. Честный и открытый, вот как, допустим, у Михаила Миккина. Вот я, кстати, у Михаила и хочу спросить. Я думаю, что ему, наверное, побольше 13 лет. Но тем не менее, что изображаете на своих картинах? Как удается видеть то, что не видят другие? Ну, как уже успел сказать Игорь, это именно чувство эмоций и переживания. То, что рисовалось там не для кого-то, и даже не для того, чтобы это когда-нибудь где-нибудь выставилось, а просто для себя. Вот мне, допустим, настроение такое плохо, я нарисую, мне стало хорошо. Или мне хорошо, я нарисую, я могу этим поделиться там с мамой, с папой, с друзьями. То есть это средство коммуникации? Да. Или выражение эмоций? Выражение эмоций и средство коммуникации одновременно. То, что можно находить людей, кто тоже увлекается рисованием или какими-то подобными вещами. Вот Игорь сказал, что какая-то есть секретная папка, да, давайте, может, к ней как-то перейдем, посмотрим. Да, то есть зачастую задают вопрос, откуда возникла идея, откуда все начало и так далее. На самом деле, начало, это 1941 год, Отечественная война. Западные части нашего Советского Союза, обширной страны, эвакуируют за Уральские горы. И в Челябинске появляется Лариса Александрова, профессор психиатрии, которая становится куратором психиатрических больниц Челябинской и Челябинской области. Именно она потом заставит администрацию города и области построить современно специализированную клиническую областную больницу и станет первым главврачом. У этой женщины было очень интересно хобби. Она просила своих пациентов, когда-то не доставляли, а через нового, да, пациента, отделенного психоза, с диагнозом шизофрении или шизофрической манифестации, она спрашивала, почему ты сюда попал? Ко мне пришел черт и стал со мной разговаривать. Он говорил, что все вокруг враги, и их надо убивать. Хорошо, нарисуй мне этого черта. Покажи мне, кто к тебе пришел, я же его не видел. И вот здесь рисуются этих пациентов. Да, действительно, то есть коллекция очень большая, ее больше 300 работ. Но, сами понимаете, не все умеют рисовать. Большинство рисунков, палка-палка, огуречек, и интерес представляет больше для специалистов. Но никто рисовать умел. В этой папке собраны рисунки тех пациентов, которые действительно умели рисовать. Итак, это 1949 год, 51-й. Так видели чертей. 53-й. 58-й, 68-й. 70-й. Очень яркие такие карикатурные работы. Бывают всякие. Допустим, посмотрите вот сюда. Молодежь очень часто шутит. Клубный чертик. Да. Но рисунок сделан 45 лет назад. Так что, если в клубе такого увидите, будете знать, кто к вам подошел. Это тоже черт. В одном из обличий, как пишет автор. А, да? С чертей уют разными. И в красивой девушке тоже бывает. Сидит какая-то чертовщина. Вот, ну, конечно, шедевр коллекции 81-й. Шариковая ручка. Да. Самая живая. Так, и здесь мы немножко хвастаемся. Это автографы Лиза Боярска, Максима Матвеева. Николай Валуев, Сергей Безруков, Дельфин. Имеют не просто попосетившие нашу выставку, но имеют наши картины в своей коллекции. Я думал, что их работы у вас в коллекции, нет? К сожалению, пока нет. Хотя Дельфином и было даже такой проект. Он с новым своим альбомом. Думал даже часть своих декораций сделать именно как слайд-шоу наших работ. Это очень необычная выставка, и даже проходит она в необычном месте. Не в каком-то выставочном зале, как мы привыкли видеть выставки-картины. Расскажите, где? Дело в том, что когда мы первый выставку открыли в 1960 году в Челябинске, нас не пустили в город с такой фразой «Держите психо в психушках». И мы открылись на городской свалке в заброшенном здании. Следующая выставка была «Бомбоубежище». Потом нас признали, мы открылись уже при содействии, конечно, Министерства культуры Челябинской области, в зале современного искусства и так далее. А потом были гастроли по различным залам. И все-таки мы поняли, что надо быть ближе. То есть молодежь, наша основная аудитория, она не ходит в музеи. Она уже как бы далека от этого, ей хочется больше развлечений, ей хочется торговозвязательных комплексов и так далее. И поэтому пришли ближе к молодежи. Мы открылись в Шизарт в Ярославле. Мы выбрали универмаг Ярославль. Ясно. То есть вы сейчас в торговом центре. Да, мы сейчас выходим в торговом центре универмаг Ярославль на втором этаже. Вот. Заняли бывшие бутики, где торговали шубами. Очень хорошее, ярко светлое помещение. Тем более, что их подставки хорошо подошли нам под картину. Отлично. Интересно. Интересно. Здорово. Вы знаете, к сожалению, время заканчивается. Но надеюсь, что уж на самой выставке вы раскроете тему и картины для посетителей полностью. Вот более того, приходите на выставку, и вы услышите очень хорошую и скрупулезную экскурсию, где будет рассказан весь смысл этих работ, будет показана даже судьба, которой мы последим. Ну и в любом случае, мы вас с Михаилом встретим и ответим на любые вопросы более подробно. Спасибо. Спасибо.